Всем привет! Привет! Мы сегодня хотим рассказать вам о интересном опыте приобретения машины, который у нас произошел недавно. Вы знаете, что у нас до этого было две Honda Civic, и поскольку мы ездим очень много, мы наезжаем много километров, и мы решили поменять машину на... Chevrolet Volt. Это такой hybrid, как они здесь называют, гибрид, но он считается, в принципе, электрическая машина, потому что ты ее заряжаешь, и какую-то часть ты едешь на батарее, а потом дальше включается бензиновый двигатель, когда заканчивается заряд батареи, и дальше ты едешь на бензине. Но все равно даже на бензине ты едешь с таким, как бы, гибридным эффектом, как, например, там, Toyota Prius, вот что-то такое. И получается, что если ты живешь вообще недалеко, то ты можешь, в принципе, только на батарее ездить, потому что батареи хватает примерно где-то на 60 километров. Мы купили ни новую, ни последнюю модель, потому что последнюю, которую они сделали, они там, как бы, улучшили батарею, и она уже ее там где-то на 80 километров хватает. Но мы купили 2014 года, еще предыдущий, как бы, модель в предыдущем кузове, предыдущего поколения, скажем так. Вот. И вот мы сейчас, уже несколько дней, мы ее, как бы, изучаем. Вот здесь видно, насколько осталось батареи. 9 километров осталось ехать на батарее, и потом включится, переключится машина на бензиновый двигатель, и вот 368 километров у нас, как бы, расстояние, от которого мы можем проехать потом на бензине. Вот. Но если мы сейчас приедем домой и поставим на зарядку, то снова у нас будет еще полных, там, где-то 60 километров на батарее. Вот здесь показывают на экране, что вообще происходит в машине, как бы, с какой, сколько ты проехал на батарее от последней зарядки. Вот на бензине еще, наверное, не проехали. Вот это, сколько, на 100 километров мы потратили бензина за этот период. То есть много всякой разной интересной информации. Вот, например, видно батарею, как она выглядит. Очень понравилась вообще процедура, как это все дело было. Мы приехали в обед в дилершип, и сказали, ну, я вообще впервые увидела эту машину, Сережа уже до этого ее, ну, нашел и знал о ней много, и переписывался с менеджером, поэтому я, по большому счету, ее впервые увидела, и, ну, села, нормальная такая машина, красного цвета, что нам еще надо знать. Вот, и узнали какие-то моменты, сколько платить. Платить нам надо будет 150 долларов в боевикли, это каждые две недели. И узнали нюансы, как это работает, потому что надо было возвращаться на работу. Мы приехали на работу, по имейлу отправили им наши драйвер-лайсенсы, это наши права. И, в принципе, все. Ну, и там Сережа порешал. Ну, да, потом нужно было, да, просто решить. Я попросил, чтобы они нам, как бы, оплавились за нас на Green Place, называются. Все электромобили, которые машины, вот, любая машина, которую ты заряжать можешь, там, от сети, скажем так. Это, там, и Tesla эти все, которые очень красивые, дорогие. И вот Volt, и есть еще, и Prius есть такой тоже, плагин называется. Вот, и Ford есть такая машина. То есть, есть несколько таких моделей, которые ты можешь, как бы, заряжать от электричества. И вот все они считаются, как электромобили, даже если у них есть бензиновый двигатель, как вот в нашей машине, все равно это считается электромобиль. И они дают, на эти электромобили дают зеленые номера. С этими зелеными номерами у тебя есть, там, некоторое преимущество, допустим, здесь вот, чтобы, когда ты едешь в downtown, например, или, там, в другие места, на некоторых highway есть такая HOV lane, называется. То есть, специальная выделенная линия для людей, которые едут, там, больше двух в машине едут. Человек, ты можешь там ехать. Или автобусы могут ехать. И электромобили. Да. И вот, получается, то есть, один ты, если едешь ты один в самом машине, ты не имеешь права там ехать. Ты имеешь право там ехать один, если ты едешь в машине, если у тебя зеленые номера. То есть, вот мы сейчас, получается, если нужно будет ехать в downtown, то я один или нато, мы можем ехать по вот этой выделенной линии. Плюс какие-то еще там есть возможности с парковкой где-то там, но я, если честно, еще не сильно узнавал, что там. Ну, на некоторых плазах, вот возле Home Depot, недалеко от нас, в Личманхилле, есть там, где обычно делают места для инвалидов, также близко к входу стоят места для электромобилей. Ну, да, есть специальные такие, не везде еще, не так уж их и очень много, но они есть, такие специальные станции возле больших каких-то молов или еще где-то, где ты можешь подъехать и поставить свой электромобиль на зарядку. Вот у нас возле молов есть определенные заправки для электрических автомобилей, и можно подъезжать и заправляться. Как правило, они недалеко от входа тоже, что хорошо и приятно, ну, и ты можешь зарядить свою машину. Вот, поэтому есть вот такие плюсы. Вот, и мы уже даже один раз заряжали так машину, и нам очень понравилось. Да, вчера мы подъехали на нашу там, наш мол, где мы часто ходим на обед, мы оставили нашу машину, мы пообедали, мы вернулись в офис там пешком минут 10 идти нам. Потом точно так же вернулись за машиной, наша машина была уже заряжена, и мы приехали домой. Вот, ну, а дома мы, естественно, заряжаем ее у себя в своей сети. И вот за ночь, получается, она полностью заряжается. Можно купить дополнительную установку, и она будет заряжаться тогда за 4 часа, что мы планируем в будущем сделать, но пока это все нужно организовать, потому что тебе нужно ее правильную купить, нужно там вызвать специального специалиста электрика, который это все сделает, поэтому мы с этим еще не сильно вникали в этот вопрос. Нам сейчас не до этого немного. Да, мне понравился момент, что вот когда мы посмотрели, потом мы вечером после работы заехали уже за машиной, нам тут же дали эти ownership, это такая бумажка, где наши имена написаны, дали нам все документы, все уже было готово. И плейтс были готовы уже на наше имя. Получается, мы в пятницу приехали, посмотрели машину, и мы могли ее забрать технически, в принципе, даже в субботу, но в субботу у нас был, мы делали, у нас сейчас, как вы знаете, ремонт, поэтому у нас все было занято, мы сказали, что мы приедем за машиной в понедельник. И в понедельник я просто созвонился со своей страховой, сказал, что мы меняем машину, мы заменили, у нас стоял там старый Бьюик, мы его просто сейчас отдадим куда-то на джанк, так называемый, куда его заберут на металлолом, вместо него мы подключили сейчас вот нашу эту Волт, они связались, наша страховая связалась с дилершипом, они все, выслали всю информацию, и потом уже в 6 часов, когда мы приехали после работы, приехали забирать Волт, у них уже вся была информация, мы там еще что-то нам подписали, они нам дали, рассказали, что у нас еще там есть гарантия, провели тур по дилершипу. Рассказали, как дилершип у них работает, где у них там сервис, как приезжать на сервис и все остальное. То есть, по большому счету, мы не делали вообще ничего, по имейлу отправили документы, один раз связались со страховой, и все остальное они сделали сами, они сняли депозит с нас, и потом же его вернули, когда мы забирали машину, и вычитали из этого 177 долларов за номера и за оунершип, да? Да, мы заплатили за номера, получается, за то, что ты покупаешь эти номера, плюс там за год их продление, где-то 177 долларов мы заплатили, вот. Потом мы каждый год, ты продлеваешь их там за 120 долларов, и в принципе, так это работает. Поэтому мне очень понравилось вообще никакой головной боли, все очень быстро, все очень, очень, ну, классно, и очень удобно. Забрал и поехал. Да, нормальная машина, красненькая. Да, вот мы сейчас, получается, мы вот несколько дней на ней ездим, и мне интересно, вот, когда мы в следующий раз будем заливать в нее бензин, вот, потому что пока вот мы три дня ездили, и в принципе, у нас достаточно еще бензина, и если мы так будем продолжать заряжать в таком же режиме, то, возможно, мы там только на следующей неделе будем снова ее заправлять. То, в принципе, намного лучше, потому что на предыдущую машину у нас уходило в среднем 350 долларов, в среднем, если мы никуда не ездили, только на работу. Поэтому, по большому счету, надеемся, что эта машина будет экономнее, и мы, конечно же, вам расскажем о наших наблюдениях. Так что, всего хорошего! Пока! Пока! Сейчас мы вам хотим показать, как происходит процесс, что происходит с машиной, когда она переключается на бензиновый двигатель, и как это выглядит, как это выглядит на экране. Вот, все. Все, мы едем дальше на бензине. Вообще, ты ничего не чувствуешь, даже звука никакого, ничего не происходит. Ты как ехал, так и едешь. Просто поменялась картинка на экране. Но и при этом включился бензиновый двигатель. То есть, ощущений при этом никаких в машине не было. И он для肉. Да. Он и не доходил на экране.